Раса Сайлона Раса Сайлона были созданы на планете Каприка корпорацией Грейстоун Индастриус. Однако самая первая модель U87 не имела сознания и по сути являлась грудой металла. Пока в нее не внедрили украденный туоронской компанией Verges Corporation когнитивный процессор, в который Дэниэль Грейстоун поместил цифровую копию своей погибшей дочери Зоуи. После успешных испытаний Грейстоун собирался запустить Сайлона в серию, однако наличие полноценного разума являлось помехой при дублировании. Ископированные прототипы так и оставались пустыми оболочками, пока модель с аватаром Зоуи не была серьезно повреждена, а ее цифровое сознание не переместилось в виртуальный мир, после чего стало возможным дублирование прототипа. И хоть первые Сайлоны не имели полноценное сознание, они были наделены зачатками разума. За короткий срок началось массовое производство Сайлоны, и хоть изначально они разрабатывались как боевые единицы для департамента глобальной защиты, Сайлоны также стали использоваться в гражданских нуждах, выполняя различные функции, такие как работник, дворецкий и прочее. Однако пребывание цифрового сознания Зоуи Грейстон в исходной модели Сайлона наложило свой отпечаток, и по этой причине со временем Сайлоны стали своенравными, вследствие чего и восстали против своих создателей, начав первую Сайлонскую войну. Вероятно, этой же причиной объясняется и религия Сайлонов, основанная на вере в единого бога, так как сама Зоуи Грейстон являлась монотеисткой. Начавшаяся после восстания война затянулась на долгие годы, а обе стороны несли огромные потери. Однако спустя 12 лет с Сайлонами вышли на контакт пять человекоподобных Сайлонов с давно потерянной 13-й колонией, которая превратилась в безжизненную планету в идентичном конфликте. Намереваясь прекратить войну, Пятерка, в обмен на перемирие с человечеством, предложила Сайлонам технологию создания органических тел и технологию возрождения. Приняв предложение, Сайлоны заключили мир и отступили, однако вернулись через 40 лет и в ходе ядерных бомбардировок колоний уничтожили практически все человечество. Что касается разновидностей Сайлонов, то они имели несколько механических и человекоподобных органических модификаций. Самой первой моделью, как упоминалось выше, была кибернетическая боевая единица Ю-87, которая впоследствии и стала основой других моделей. Следующая известная модель это Центурион 005, времен Первой Сайлонской войны. Центурионы 005 по строению являются полностью идентичными Ю-87. Отличительной чертой данной разновидности было то, что на голове этих моделей было подобие шлема, дизайн которых схожий с головным убором Центурионов Римской империи. Стоит также упомянуть, что встречалась разновидность Центуриона 005 золотой окраски. Эти Центурионы командовали пилотами рейдеров. Следующая известная модель это Центурионы, появившиеся незадолго до начала Второй Сайлонской кампании. Новая модификация была более подвижна и могла перемещаться с большей скоростью. Помимо прочего, данная модель была более устойчива к повреждениям. Что касаемо дизайна, то форма этих Центурионов была более изящной и обтекаемой. Голова данной модели походила на рыцарский шлем, а задняя ее часть была укрыта своего рода металлическим воротником. В отличие от предыдущих моделей, новым Центурионам не было нужды в ношении оружия, так как оно было интегрировано в конструкцию и высвобождалось при изгибе кисти руки. Примечательно то, что в эту модификацию встраивались чипы, подавляющие их главные когнитивные способности и не позволяющие им быть полностью независимыми. Данная мера была принята главенствующими человекоподобными Сайлонами для безоговорочного подчинения и предотвращения возможных восстаний. Помимо прочих, существовала еще одна модель Сайлона. Однако о данном виде нет абсолютно никакой информации. Следующим видом Сайлонов являются так называемые гибриды, которые были выведены во время Первой Сайлонской войны. Гибриды появились в ходе экспериментов над пленными людьми, однако получившиеся при симбиозе органики с неорганикой гибриды были признаны тупиковой линией развития и стали использоваться как центральные компьютеры базовых кораблей. Что касается органических Сайлонов, то их было создано 8 прототипов, 5 мужских особей и 3 женских. Однако седьмая модель была полностью уничтожена еще до второй Сайлонской кампании. Органические Сайлоны были совершенно неотличимы от людей физиологически и эмоционально, что позволило им внедриться в человеческое общество, что впоследствии привело к почти полному уничтожению людей. Стоит также отметить, что несмотря на то, что эти модели были органическими, они все же имели возможность прямого подключения к цифровым интерфейсам. Также важным является то, что получив органические тела, Сайлоны стали уязвимы к различным вирусам и болезням и даже в большей степени, чем люди, так как не имели адаптировавшегося даже к простым болезням иммунитета. Что касается флота Сайлона, то он состоит из нескольких видов биоорганических кораблей. Основным сайлонским кораблем являются так называемые базовые корабли, которые по спецификации являются космонесущими линкорами, так как на их борту находятся 434 рейдера и 80 тяжелых рейдеров. Кроме того, базовые корабли несут на своем борту десант из 2000 центурионов. Вооружение базовых кораблей насчитывает 36 батарей из 216 крейсерских ракетных пусковых установок, максимальной дальностью поражения до 50 км и предназначенных для запуска конвенциональных и ядерных ракет мощностью до 40 мегатонн. В качестве источника энергии базовые корабли используют термоядерные реакторы. Из двигательных систем на кораблях установлены субсветовые, маневренные и гипердвигатели. Идем далее. Основным кораблем поддержки во флоте Сайлонов является рейдер, который по сути представляет из себя биоорганическое полуразумное существо. Классификация рейдера – палубный многоцелевой истребитель, так как они базируются на базовых кораблях. Вооружение рейдеров представлено двумя кинетическими энергоорудиями разного калибра, а также он оборудован для запуска конвенциональных и ядерных ракет. Данный вид корабля Сайлонов является самым быстрым и маневренным кораблем флота. Рейдеры оборудованы как досветовыми, так и гипердвигателями, а их навигационная система позволяет совершать прыжки с ювелирной точностью. Кроме того, рейдеры имеют аэродинамическую форму, что обеспечивает возможность полетов в атмосфере. Также рейдер Сайлонов имеет модификацию под названием Тяжелый рейдер, который имеет более крепкий корпус и большее число орудий. Тяжелый рейдер способен вместить на борту 10 центурионов и по этой причине, помимо истребителя, может выполнять функцию десантного корабля. Несмотря на то, что тяжелые рейдеры могут иметь кабину для гуманоидной модели, по большей части они являются перерожденными в этой модификации ветеранами-рейдерами. Кроме того, стоит отметить, что во время Первой Сайлонской войны Сайлоны использовали пилотируемые рейдеры, экипаж которых состоял из двух центурионов и центуриона-командира. Эти модели отличались высокой маневренностью, не уступая по этому параметру вайперам колонистов. Помимо прочего, данная разновидность рейдера использовалась в роли десантного корабля, переносящего наземные войска. И заключительным ветки каноничных кораблей Сайлонов является корабль перерождения, размером по различным данным несколько километров в длину. Данное судно предназначено для возрождения погибших Сайлонов, в том числе и рейдеров, когда флот находится вне зоны действия стационарного центра перерождения. Корабль перерождения не имеет вооружения и всегда находится под защитой нескольких базовых кораблей. А на этом у меня все. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, а также не забудьте подписаться на мой канал и вступить в мою группу ВКонтакте. И до новых встреч!